привет ребята тестирование сотового интернета утре у меня уже было два ролика мегафона beeline по-моему я так расширенно не тестировал теле 2 ростелеком ну теле 2 это старое название его купила ростелеком давно поганая фирма это государственная никчемная ну как и все государственное но есть такой провайдер и мы его потестируем фактически я уже потестировал периодически на улице у меня есть там тесты можете посмотреть а здесь в чем суть теста в том что тариф с неограниченным ну как бы трафиком может быть они там и начнут ограничивать когда больше 100 там 500 гигабайт скачаю месяц я не могу столько скачать у меня получается около 100 где-то и все просто лень и нечего мне качать поэтому эти сказки от операторов как сеть завалили загрузили не верю я оператором чем их там загрузили этими 100 гигабайтами да и мне кажется на самом деле намного меньше качают это нужно постоянно смотреть youtube или качать что-то при этом компьютер постоянно включен считается почему-то что вот и безлимитный неограниченный интернет и все а ты не несешь затраты платишь и за сим-карту и за тариф и за электроэнергию и за устройство платишь поэтому организовывать все это чтобы постоянно было включено компьютер он постоянно качал конечно можно это сделать но тем больше что тем более качать мне нужно посмотреть там один фильм в день мне что нужно 100 фильмов blu-ray качать 50 гигабайт которые размером видео мне такие не нужны размеры даже по кабелю я их не стал бы качать я качал как-то для интереса скачал фильм 4к и так он провалялся особо смотреть не на чем никаких экранов нету больших поэтому трудности представляю что кому-то нужно качать постоянно 50 100 гигабайт и при этом еще типа забивать сотовые сети так и что еще интересное заметил что когда стали делать со временем lte это по-моему тринадцатый год то есть получается лет шесть-семь да наверно нам 13 у него планшет был тринадцатого года с lte первое устройство причем скорость у него 150 скачивание 50 отдача которая на данный момент она так и осталось больше я и не видел скоростей то есть фактически ничего не двигается есть до устройства которые пишут 600 скачивания и отдача там 100 150 но на отдачу таких я и не видал даже скоростей до устройства да но мне как бы не нужно пока что самом деле потом может быть появится и что интересное заметил вот когда начало было вроде люди пишут скорость у них было скачивание 100 отдача 50 а сейчас фактически скорость даже падает вот я по улице ходил и скорость около там 10 5 мегабит 2 во всех вот этих трех сетях 3 sim карты мтс у меня нет пока sim карты во всех примерно одно и то же нет никаких там огромных скоростей понятно что вечером там загрузка больше с 6 до 12 вечера идет это время скорость падает но я мерил и в другое время и днем и утром и вот сейчас как я понимаю самое не загруженное время когда я записываю то утро и что еще заметил скорость падает за самое загруженное время на 30 процентов где-то например если 20 скорость утром то будет может быть в два раза где-то она падает то будет около 10 мегабит вечером иногда пинг почему-то увеличивается сильно я не знаю может быть это зависает роутер вот этот вот сейчас huawei у меня такой стационарный 315 раньше я тестировал на zte 910 мф 910 вполне хорошая модель но решил другой попробовать тот был переносной с аккумулятором можно был на улице ходить с этим уже не походишь но к этому как бы антенна можно подключать кому тоже были разъемы тс-9 можно было подключать вот такое устройство но не впечатлило меня вы это 315 б ловит на внутренней антенны также как и на внешние может быть у меня внешние антенны какие-то некачественные это меня поразило само внутреннее устройство там нету диапазона 5 гигагерц это вообще уже можно сказать старый хлам 5 гигагерц которые в роутерах за 1000 рублей во всех есть уже я в этом устройстве нету ну почему-то считается что такие сотовые роутер и они имеют право быть такими отсталыми но естественно там вся вот эта прошивка роутеровская просто никакущие там гостевой сети нету но пока что сойдет там есть конечно следующие модели не не знаю какие то они мега прогрессивные или нет там появляется агрегация каналов на скачивание только как я понимаю только на скачивание это конечно круто агрегация каналов но только на скачивание бредятина я я еще и передаю данные вообще много где данные передаются говорят что фдд и тдд есть что фдд лте передает одновременно тдд по очереди и что тдд мог бы дать даже преимущество ну может быть больше как бы конечно скачивают всегда люди например там 10 раз больше скачивают то есть можно отдать больше диапазон на скачивание и получить большую скорость значит сомневаюсь мне кажется скорость зависит от оператора больше от загруженности и от подведенных там линии количество базовых станций наверное от этого как-то в теории больше получается по сути сколько оператору отдает или может быть какая-то действительно загруженность но это связано с количеством базовых станций и вот про тдд если подумать а если нужно сделать больше исходящую например ты передаешь стрим тдд может человек ты регулировать можешь например 90 процентов диапазона отдать передать на отдачу или просто тдд будет расстроен настроен вечно это оператор устанавливает что 90 на скачивание 10 на отдачу а если тебе нужно быстро отдавать 90 то тдд он будет он устойчивым исходящим что ли что я вот этот момент не понимаю где-то это описано 38 40 ддд 2600 пока мне даже не попадалось ничего потестировать этот тдд в ростелекоме буду называть ростелеком что-то теле 2 причем тут это уже давно вмотала эта фирма продала не смогла здесь работать теперь бандитская шарага это ростелекомом дристанный ростелеком и через модем можно ставить фиксировать диапазон особо тут выбирать нечего на самом деле 1800 либо 2600 ставишь по идее 2600 должно быстрее скорость давать на практике нифига подобного единственное только где я видел 2600 быстрее было в мегафоне исходящие 45 мегабит это круто конечно входящая была там мелкая 510 постоянно причем и утром и вечером не понимаю в чем проблема как может быть такой дисбаланс то есть b3 и b7 1800 он как я понимаю дальше передается скорость меньше но 2600 скорость больше но быстрее затухает и по идее может часто в 1800 скорость больше получается чем 2600 хотя и должно быть 2600 больше самом деле не так потому что должна быть она ближе хер они ставят что ближе и больше операторы так что было бы зашибись если в 2600 fdd а b7 все было бы покрыто но на деле такого них и вещи нету ну как 5 гигагерц в роутерах та же самая история сигнал скорость быстрая затухает два в три раза быстрее сигнал а поднять мощность передатчика они не дают ну стандартным методами понятно можно что-то там перепаять распаять усилитель поставить это все можно сделать так ну и вот в ростелекоме два этих диапазона есть сигнал показывают как бы хороший рс с ай минус 67 децибел рс рп минус 93 рс рк ю минус 13 децибел сильные r7 децибел это 1800 д д д просто как мошка идеально но пришлось конечно это к окошку подвигать роутер искать место нужно это не дает возможности получить там мега максимальную скорость просто что сигнал хороший вот я уже тестировал здесь видно обычно вечером 20 на 20 скорость сейчас не загружена все спят и получается побольше вечером конечно меньше но не так сильно вечером я видел 2020 то есть можно сказать на 30 процентов не сказал бы что критически так падает но может быть до 10 иногда вот 32 23 ну и pink pink отличный я сказал скорость ну для ростелекома я считаю отлично это в помещении дур дурацкая у меня место по сути тут между домов вышки недалеко но кругом дома дом не невысокий по эту скорость я сказал нормальная нормальная конечно по идее должно быть и побольше но никаких операторов и не было здесь я тестировал посмотрите мы предыдущий мегафон и билайн примерно то же самое билайн около 20 на 10 мегафон там около тоже 20 на 45 в 2 600 сигнал конечно получше павел по качеству убила и на и мегафона здесь когда я ношу по квартире ростелекомовскую сигнал 30 процентов болтается около 30 процентов убила и на около 50 но это по шкале мерилки 3g сигнал инфо на андроиде мегафона помпо больше там около 80 процентов процентов мтс но я надеюсь потестирую а тариф неограниченный стоит там от 300 до 600 рублей торрент и не работают работают только с пеном в раздается раздается из телефона по моему из роутера раздается это хорошо но то что торрент и закрыты это просто ужас тариф компаньон называется оформить его можно по моему даже на физическое лицо либо так сим-карту взять так могу показать для примера b7 2 600 я уже тестировал естественно там хуже сигнал так он включился минус 77 минус 106 минус 11 и 2 децибела эти характеристики которые перед этим я вызывал те же самые четыре параметра нормальный так и посмотрим скорость но просто хлам какой-то ужас ну скорость линия прямая это отличная вечером линии начинают прыгать накид помехи вай фай может дают помехи вот такой вот ужас получается 2 600 модеме хоть можно поменять а в телефонах вообще нельзя по моему меня диапазон так у которой у меня были и как бы по идее оператор переключает тебя в более быструю скорость но если здесь вот например видите отличается сильно и оператор переключает тебя на этот 1800 но он может по моему не переключить ты можешь висеть вот так и с херовой скоростью а сам сделать и не можешь телефоне и только поставить там лте например это она может слетать иногда хотя сеть или ты лте есть есть просто ужас что происходит в телефонах издеваются над людьми но вот скорость пинг отличный показывает что в нормальной зоне нахожусь зоне приема и скорость 8 на 6 это просто хлам какой то так ну чтож итоги можно подвести трех этих я потестировал цена ну примерно одинаковая там от 300 до 600 чуть получше покрытие белой на и мегафона хотя не настолько существенно вот но приходится в ростелеком приходится мне на в одну сторону перемещать там к окошку модем белой не получше покрытие мегафоне хорошее покрытие но она не дает каких-то мега скоростей можете посмотреть этот ролик ведущий те же самые получаешь 10 около 10 мегабит то есть ну вот этого покрытия мега качественного да но видно сразу что намного покрытия лучше ростелекома прям даже если смотреть по этим процентам в планшете там прям в ноль падает 30 процентов в теле 2 но сейчас не пропадает в плане скорости не дает такого просто мега преимущество что просто офигеть да выглядит симпатично что у тебя сигнал такой стабильный единственное только что вот запомнилась исходящая 45 это прям как чудо исходящая в мегафоне то есть по сути чего нравится то использовать то используйте я бы из этих трех использовал ну если цена примерно одинаковая получается в билайне не закрытые торренты в этом тарифе то есть по сути для меня самый удобный получается в билайн раздача открыта с роутера торренты не закрыты скорость нормальное покрытие тоже а так может быть кому-то станет более выгодный мегафон кому нужно как покрытие ленек это вышка будет давать там 300 мегабит входящие исходящие ну ростелекома есть к проблема конечно с покрытием на качественном сигнала но если вот найти нормальное место то получается вполне нормальная скорость еще я здесь на другой конец путешествовал в другое место по городу и там тоже покрытие фиговая у ростелекома то есть можно я могу сказать что херовое покрытие у ростелекома здесь вот в разных точках ходишь и слабый сигнал ну здесь и скорость естественно может быть болтаться на маленькой там палочки одной выдавать там 100 мегабит не такого нету так что действительно ростелеком слаб слабастый действие может ценой как-то брать если бы цена была не сказал бы тоже что какая-то мега дешевая у него цена ростелекома так что я от 2 600 на я 2 600 убираю хер какая-то почему жалко что на 2 600 не по сути что-то не переключаются ни у кого не работает ничего 2 600 могли бы зафигарить был там 100 мегабит туда-сюда но нет получается намного меньше торрент и можно смотреть при закрытых торрентах через vpn хороший vpn нужен скорость падает при этом раза в два я еще сниму наверно ролик отдельно то есть у вас например там 20 мегабит сотовых vpn получится 10 лучшем случае вот кое-как сможете смотреть и смотреть можно но очень сильное падение скорости идет и vpn и меряют трафик там многие ну по-моему платные даже вроде не меряют все это неудобно и раздача если закрыта тоже неудобно потому что с телефона можно почему-то в мегафоне включить раздачу вас роутер нельзя но тот же телефон он если современная он прекрасно раздает в 5 гигагерц точку создается очень быстро 433 там получается мегабита раздача и можно при этом мега дофига качать поэтому необязательный в роутер какой-то вставлять они может быть думают что к роутеру много устройств но к android русскому тоже по моему можно подключать по 5 устройств вот такая история расстроен конечно что скорости по сути со временем падают как я смотрю я не тестировал в 12-13 годах на самом-то деле я только начал тестировать когда планшет был asus nexus 7 2013 года lte где-то он у меня пару лет побыл с ним я потестировал и все потом он сломался с несколько лет я тестирую и но все равно видно что нифига нихера скорости не растут что такого хорошего но тарифы есть как бы с неограниченным трафиком все скорости так себе по вечерам это все скорости еще падают пинг почему-то иногда становится огромным каким-то чем я так и не разобрался это и фруй взятые и в хавы и почему-то хотя они оба у меня никакие не ломаны еще такая интересная особенность иногда встречается он как бы работает и как под засыпает но мне сломан роутер до его перезагружаешь и он просыпается то ли это сеть под засыпает то ли это роутер под засыпает такая вот интересная штука перезагрузишь и пинг возвращаются к нормальным там 20-30 раз то расстраивает конечно но что произошло за семь лет только скорость упала и все операторы вскрывают конечно какие у них агрегации какие скорости на словах у них там 300 мегабит уже везде сотовый рублен на деле нет как видите я могу и на улицу выйти у вороны проснулись но там тоже нет никаких чудес на улице я периодически тестировал там есть у меня ролики никаких чудес не даже великом мегафоне никаких там 300 мегабит нету но модем естественно у меня на улице я могу ходить с телефоном в телефоне у меня 150 50 по моему модем вас усе но тоже ничего 150 50 не видать так ну мтс потестирую наверное потом и может попадется модем с агрегацией на скачивание на то особо даже не интересно мне только на скачивание исходящие значит будет об 300 на опять такая же вот но все равно потестируем наверное операторы и государство портит вообще на самом деле все портят они они ставят вот эти всякие формы которые только все тормозят поэтому понятно почему скорость падает и и качество и сигналов падает потому что используется болтаются вот старые вот эти сети 2g 3g юм тс джи сын вот эти которые нафиг уже не нужны типа чтобы какие-то старые телефоны работали ну могли бы оставить просто юм тс вот эту какую там не 200 там а 200 еще есть fdd я не видел пока что 200 д д д ничего не попадалось мне вот оставили бы им тс б 8 900 и все и работали был там кнопочные телефоны у людей все было прекрасно бы и тем более вот gsm есть тоже 900 а может быть вообще вообще все эти старые сети по отключению чтобы они эфир не засирали через интернет можно же делать эти сип телефонию такой же телефон обычно подключаешь не все и для старичков бы это все нормально тоже подошло бы не были они обижены у меня вот хавы и сип я пока даже сип туда можно запихнуть я не тестировал не проверял было бы прикольно потестировать просто так никогда не тестировал себе туда запихнул телефон у меня проводка нету по выкидывал все проводки уже телефонные проводные подключить стационарный телефон на этом все пока ребята подписывайтесь ставьте уведомления всем пока